Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении. Очевидной выпуск новостей сегодня в эфире. Турция считает себя выше международного права. Нападение на Сирию является частью восстановления границ национального пакта со Фрастян. Ватские кошки будут представлены на международном конкурсе красоты. США ввели санкции против Министерства обороны и энергетики Турции. Ситуация на Севере-Алепе останется напряженной. Рубен Вартанян, в будущем мы сможем извлекать выгоду из нашей креативности и всемирной сети армян. Господин 5% или интересные факты о жизни мецената и бизнесмена в Ермане презентована книга о галусти Гальненкяне. Агрессия против Сирии доказывает, что Турция не учитывает мировое общественное мнение и не учитывает другие государства. Об этом в интервью armdaily.am заявил тюркулог Рубен Сафрастян, подчеркнув, что это означает, что Турция считает себя выше международного права, поскольку это, по сути, нападение на территорию суверенного государства. Если Турция позволит себе сделать это, позволяет атаковать суверенное государство, она может сделать это и в других странах. В то же время Турция показывает, что она может найти язык с некоторыми из самых могущественных государств мира, поэтому ее руки свободны и она может проводить более агрессивную политику во всем регионе. Отметил Сафрастян, подчеркнув, что не случайно в рамках дискуссии рассматривается возможность того, что Турция может предпринять аналогичные агрессивные действия против Ирака и иракских курдов. Подтверждающим фактом является то, что когда мы смотрим на эти действия, более исторические действия Турции, о которых мы сейчас говорим, являются частью более широких планов, которые правительство Турции имеет для восстановления границ, установленных парламентом Турции еще в 1920 году и известны как границы национального пакта. Следовательно, по пакту Сирия находится на территории Турции. Если мы посмотрим на географию операций, то увидим, что Турция занимает всю турецко-сирийскую границу в несколько сотен километров, а глубина операции должна составлять не менее 32 километров. Фактически, в некоторой степени, это реализация программ, которые Ататюрк не смог реализовать. По словам Сафрастяна, Западная Армения и Карст также находятся в границах национального пакта. Территория нынешней республики Армения либо вообще не упоминается на карте, либо обозначена по Александропольскому договору, который составляет одну треть нынешней Армении. Вы можете найти полную статью на нашем сайте. Две кошки были номинированы на международном конкурсе красоты кошек в Константинополе. Директор исследовательского и прикладного центра Ванкетпров Кайя отметил, что особое внимание было уделено этим котам. Кошки по кличке Су и Башак примут участие в международном конкурсе красоты кошек, который пройдет с 31 октября по 3 ноября в Константинопольском международном выставочном центре. Мы желаем кошкам победы на конкурсе. Вашингтон добавил в список санкций Министерство национальной обороны, Министерство энергетики и природных ресурсов Турции, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Данмеза, а также главу МВД Сулеймана Сайлу. Как передает Армен Пресс, об этом сообщается в понедельник на сайте Минфина США. Согласно тексту, распространенного американским ведомством пресс-релиза, Вашингтон вводит рестрикции в отношении Анкары в связи с тем, что действия турецкого правительства угрожают невинным мирным жителям, а также дестабилизируют регион, подрывая кампанию по уничтожению ИГИЛ. В Минфине США также заявили, что готовы также ввести дополнительные санкции против чиновников из турецкого правительства, а также государственных корпораций. Соединенные Штаты заставят правительство Турции нести ответственность за эскалацию насилия турецкими военными, что повлекло за собой угрозу для безопасности невинных гражданских лиц и дестабилизировало ситуацию в регионе. Приводятся слова министра финансов США Стивена Мнучина и пресс-релизе. В северном Алеппо продолжаются перестрелки между курскими террористами и поддерживаемыми Анкарой формированиями, как передает новостной портал Алеппо-Медиа-Центр. Под огнем демократических сил Сирии оказался Азаз. Также не утихают стычки к западу от города Манбидж, где, как утверждает твиттер-канал Halab Today TV, были убиты двое солдат вооруженных сил Турции. Жители Манбиджа организовали народные гуляния, чтобы приветствовать силы сирийско-арабской армии, которые вошли сюда после вывода американских подразделений и взяли под контроль 1030 квадратных километров. Однако, по данным информационного агентства Almanar News, колонна сирийцев подверглась обстрелу курских боевиков. Сведения о возможных жертвах среди гражданского населения пока уточняются. В сирийском городе Манбиджа на востоке провинции Алеппо российская военная полиция впервые организовала патрулирование. Об этом ТАСС рассказал офицер военной полиции ВС РФ Сафар Сафаров, пояснив, что при виде российского флага всяческие боевые действия в населенном пункте тут же прекращаются. Армяне будут одним из основных элементов интеграции в 21 веке. В ходе нашей истории мы всегда служили связующим звеном разных цивилизаций. Об этом в ходе открытия глобального инновационного форума 2019 заявил бизнесмен, сооснователь научно-технологического форума Армении Рубен Вартанян. В будущем армяне извлекут выгоду из нашего креативного мышления и сети армян, которая является одним из самых мощных активов, которые мы сможем использовать в будущем, отметил он. Второй глобальный инновационный форум «Трансформируй интеллект» открылся в Армении 16 октября с участием ведущих ученых со всего мира. Книга Джонатана Конлина про известного мецената и бизнесмена Гауста Гюльбинкяна «Господин 5%» в армянском и русском переводе презентована во вторник в Вереване. Автор при работе над книгой, в которой представлена биография Гюльбинкяна, использовал 35 различных источников, в частности архивы банков, материалы на разных языках, личные письма Гюльбинкяна. Глава и основатель Союза дружбы Португалии и Армении Ваге Махитарян рассказал, что книга также издана на португальском и английском языках. Он также напомнил, что в этом году отмечается 150-летие Гауста Гюльбинкяна. Интересно, что в ходе работы выяснились факты из жизни Гюльбинкяна, о которых не знали даже члены его семьи. Одним из таких фактов было то, что Галуст Гюльбинкян был на один день задержан и провел ночь в полиции Лиссабона, рассказал он. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Бутаня Орож» в исполнении Анина Вассардян. «Бутаня Орожа» в исполнении Анина Вассардян. «Бутаня Орожа» в исполнении Анина Вассардян. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром.